Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, у нас сегодня на портале Экзегет книга пророка Осии. Начинаем, как всегда, с введения в эту книгу Ветхого Завета. С вами священник Алексей Волочков из Санкт-Петербурга. Итак, книга пророка Осии относится к циклу, называемому в библейской науке цикл Додека-Профитон, цикл 12 пророков. Это есть малые сочинения, малые формы, написанные в пророческом жанре, написанные пророками, которые посвящены разным сюжетам, духовным реалиям, духовным подъемам и неудачам, которые были в истории Ветхого Израиля. Малые пророки, потому что маленькие по объему книги, все эти книги вместе взятые, по объему своему равняются одному большому свитку книги пророка Исаии, например. Но это и пророки, то есть сочинения, в которых рассказывается древними авторами, пророками, естественно, разумеется, о том хорошем и плохом, дурном и достойном, что было в истории древнего Израиля. Цикл 12 малых пророков начинается с книги пророка Осии, к которой мы сегодня и переходим. Разумеется, чтобы наше понимание, чтобы наше чтение этой книги было бы таким толковым, эффективным, интересным, захватывающим, нам никак не обойтись без введения в это сочинение, без того контекста, тех реалий, в которых и проходило создание, написание, формирование этого сочинения. Что же мы знаем о БТ-книге и о авторе, которому она принадлежит? Ну, как написано в названии, в заголовке, в содержании, наконец, книг Ветхого Завета, пророк Осия является автором этого сочинения. Нам подсказывают ученые, современные гиблисты, которые занимаются этими вопросами, что, конечно же, каждый из пророков был лишь начинателем традиции, лежала в основании, был начальником, основателем целой школы, в которой было множество учеников, слушателей этого человека, этого пророка, которые записывали его высказывания, его введения. И потом, в дальнейшем, эти записи были элементом традиции, традиции библейской, традиции израильской, народной, в которой проходила запись, осмысление, оформление того, что мы потом получаем, как книга пророка Осия, Наума, Аввакума, Ионы и так далее. Итак, у нас сегодня пророк Осия. Эта книга считается по праву одной из самых древних книг Ветхого Завета. И она аутентична. То есть, тот самый Осия, который фигурирует в этом сочинении, видимо, и был автором, был начальником, основателем традиции, которая в дальнейшем привела к появлению в самой книге, книги пророка Осия. Что мы знаем об этом человеке? Мы знаем то, что он был пророком, участником такого движения. Это были люди, которые были из разных слоев общества, бывшие пастухи, и бывшие вельможи, и бывшие придворные, и бывшие священники, которые испытали в себе, в своей жизни призыв Бога. Этот призыв говорил им, встань и проповедуй, встань и иди. Идти куда? Идти делать что? В основном, конечно же, пророческое служение было служением обличения, суждением указания на те недостатки, на те промахи, которые имелись в израильском обществе того времени. Пророк – это оппозиционер, пророк – это критик, пророк – это обречитель того, что есть в современном ему обществе. В этом отношении цари, царская власть и пророки являются двумя такими элементами, друг друга уравновешивающими, которые были в древнем Израиле, в монархии древнего Израиля. Пропадает монархия, исчезает царская власть, со временем пропадают и пророки в истории израильской. Что мы знаем об этом человеке? Мы, во-первых, имеем его текст, где какие-то есть образы, фигуры, какие-то есть примеры, на основании которых можно предположить, с какими условиями жизни, с чем был связан наш сегодняшний герой. А впрочем, у нас есть надписание, первый стих этого сочинения, этой главы, где дается информация о том, когда он, где он, при каких царях делал свою проповедь, свое пророчество. Современного автора, как правило, интересует, а что было с Осией, с Иеремией, с Исаией и прочими деятелями древнего Израиля, помимо их служения, после написания книги, до, какое было у них детство, семейное положение. Увы, увы и увы, мы ничего об этом не знаем. Потому что для древнего человека, по внимавшего пророчество, это было не важно, это было не первостепенно, это было то, что было связано с жизнью этого человека, этого пророка. Важно было то, что Бог ему сказал, и то, что этот пророк возвещал древнему Израилю. Итак, где эта деятельность происходила, пророк Аусии? Вот читаем первый стих, первой главы книги пророка Аусии. Слово Господне, которое было Аусии, сыну Беери, во дни Озии, Иофама, Ахаза, языки, царей Иудеи, и во дни Ирова, Ама, сына Иоаса, царя Израиля. Вот начало слов Господа, обращенных к Аусии. И видим в этом стихе тех царей, которые были современниками Аусии. Нам важно то, что указано имя царя Иеравама, точнее Иеравама II, царя Северного царства, во время которого приходило служение Аусии. Иеравам II – это VIII век Дорождества Христова, время, которое было связано с двумя очень такими важными элементами, тенденциями в истории Израиля. Во-первых, это было время очередного и, увы, последнего подъема власти, положения, могущества Северного царства, когда были еще и завоевания, и расширения территорий, и другие внешне позитивные процессы. Но при этом это было понятно читателям, это было понятно уже самому Аусии, это был последний подъем в истории Северного царства. А что будет потом? Умирает Иеравам II, потом начинается чехарда преемников, сменяется за кроткое время шесть царей, и конец всего этого дела – это и есть падение Северного царства, Самария в 722 году дорожества Христова от войск Ассирии царя Сен-Эхириба. Вот конец Северного царства. Конец гораздо более печальный, чем был конец царства Иудейского, потому что, как мы знаем, после падения Иерусалима, в гораздо более позднее время, спустя почти два столетия, евреи сохранились. Израиль сохранился, был плен, было изгнание, но потом было и возвращение, когда изгнанники возвращаются в Иерусалим и отстраивают и город, и державу, и нацию, и храм. У них возникает корпус книг Ветхого Завета, священного писания Ветхого Завета. Ничего из этого не случается с северными коленами. Все они, опять же, уводятся в плен, а сирийцы практиковали эту традицию, и в этом плену, находясь в разных частях Междуречия, эти колены пропадают, исчезают. Они растворяются в окружающем обществе людей, местного населения. До такой степени трагедия была эта остра для древнего еврея, что возникает легенда о том, что где-то в далеких землях, на других материках, эти колена, уведенные в рабство от синых рибом, они живут, и мы однажды их найдем. Но, конечно же, показала история того, что эти колена в большей части ждала ассимиляция, растворение в окружающем местном населении. И вот в это время проповедует пророк Осия, который говорит своему современному его обществу, что не все у вас в порядке, у вас есть проблема, у вас есть то, что Бог осуждает, и за что вас ждет в дальнейшем, увы, наказание, кара и расправа. И вот у каждого пророка, которых мы будем разбирать в наших лекциях, будет своя точка приложения к критике. Для кого-то это будет социальная проблематика, разность в доходах богатых и бедных, эксплуатация. Для Осия эта проблематика сугубо культовая и религиозная. Осия утверждает, вы, северяне, вы, северное царство, хромаете на оба колена. У вас есть двоедушие, у вас есть диссонанс в вашем религиозном почитании, поклонении. Суть этого диссонанса в том, что вы одинаково стараетесь почитать и Бога Израилева, и Яхве, и при этом при всем у вас есть местные любимчики, у вас есть местные авторитеты, которым вы поклоняетесь, это есть ханонийские божества и знакомые, известные каждому из нас под именем Ваал, или разного рода Ваалы. И вот вы поклоняетесь Ваалам и почитаете Яхве, но это недопустимо, и вас ждет за это однажды расправа. Поэтому культовая тема, культовое такое двоемыслие, это главное средство, главный, точнее, предмет обречения пророка Осии. Что можем сказать о композиции и о составе этого сочинения? Как уже было сказано, конечно же, в основании этого сочинения лежит проповедь, лежит слово самого действительно существовавшего, невыдуманного, он был, он был с временником указанных царей, пророка Осии, основатель традиции, основателя этой литературного течения, сам пророк Осии. В дальнейшем книга, конечно, жила своей жизнью, и возникали новые какие-то дополнения, редакции, приводившие к тому, что композиционно книга напоминает, из такого выражения, сравнение в одном из комментариев, «Снежный ком», где разные пророчества, написанные в форме такой поэтической, они друг друга чередуют, меняют, и в этих пророчествах мы видим высказанные поэтические слова о том, что Израиль неправ, о том, что его ждет Израиль наказание. В этом отношении, когда мы говорим о том, что пророк обречает, страшит, пугает, конечно же, книга Иосии и прочих пророков – это печальное чтение, это такое довольно грустное чтение, которое рассказывает нам о том, что грех имеет расплату. Более того, и древний читатель, и мы все знаем, что в конечном итоге в Израиле все плохо кончилось. Разрушено было Северное царство, взята была Самарея, потом некоторое время передышки, но крах расправа ждет и Южное царство, и Иудею, храм Иерусалимский разрушен, плен, жизнь на чужбине, возвращение, и тоже очередные возникающие проблемы. В этом отношении, конечно же, книга Иосии не очень такое мажорное радостное чтение, но при всем при этом всегда и псалмы, и пророки, они имеют такую вещь, как чередование, обличение и ободрение, угрозы и того, что связано с надеждой, с того, что связано с милостью Божьей и ждущим Израиля и каждого еврея в финале прощения. Поэтому такая черная-белая тональность, она свойственна и нашему сочинению книги Иосии. Ну, выделяют, как правило, первые три главы от всего массива, от всех глав книги пророка Иосии, потому что они связаны таким единственным сюжетом. Этот сюжет является наиболее характерным, свойственным самому пророку Иосии. Дело в том, что, конечно же, когда мы листаем Ветхий Завет, у нас есть разные имена, вот Захария, пророк, Амос, Авдий, Наум. Для нас, читателя такого типичного, это ничего не значащие имена. Вот мы открываем наугад какую-то книгу, читаем стихи, и, как правило, мы не угадываем, мы не знаем, кого именно мы сейчас читаем. Наум или Аввакум, Захария или даже пророк Исаия. Поэтому лучше всего, чтобы читатель смог бы увязать какую-то такую метафору, какой-то образ, свойственный этому сочинению и самого этого автора. Итак, главный образ, который возникает в сознании читателя при чтении книги Иосии, это образ измены, который существует, который существует в семье, где есть мужчина и женщина, где есть муж и жена, где есть господин, где есть его возлюбленная. И вот этот господин, этот муж, это любимый, это сам Бог, а его жена, а его избранница, его любимая, это есть Израиль. И вот три первые главы книги пророка Иосия рассказывают о том, что в семье есть разлад, жена изменяет своему мужу. Спасибо за внимание. Протолк Экзегет, священник Алексей Волочков. Продолжение следует...